История его появления в гладиаторах очень интересная. Он сиракуз. Он занимался тем, что на своей усадьбе выращивал замечательный сиракузский горох. Но разбойники разграбили усадьбу, сожгли всю усадьбу, всю его семью. Уничтожили, от отчаяния. Ксандер хотел повеситься, и он это сделал. Но веревка не выдержала его мочи шеи. И, видимо, боги не хотели принять его к себе. Веревка порвалась, и он пошел по дороге. Он встретил бродячих гладиаторов, присоединился к этой школе. И теперь уже много лет он на арене не нахмурит себе покоя. Он жаждет славы, жаждет смерти. Ксандер Сиракузский. Его противником будет наследник дакских царей. Юный Дак. Во время войн с дакийскими временами, римскими легионерами, был взят заложник и сын одного из вождей. За выкуп. Они должны были заплатить богатый выкуп. И однажды они заплатили. Но то время, что дак находился в Риме, он проникся этим могуществом и величием. И он решил остаться здесь. Завоевать славу и почет. И вот он на этой арене перед вами. Два великих воина сражаются для вас. Поддерживаем их. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И Сандер! Сандер одерживает очередную вех. И так токийские наследники поднимают руку вверх, прося пощады. Заслужил ли он ее? Да! Конечно, это был великий бой. Поздравляем Ксандера с победой! Да! Что ж, наследник тагильских царей ты не смог одолеть великого Ксандера, но ты достойно сражался, и публика благодарит тебя! Продолжение следует...